друзья не забудьте подписаться и нажать на колокольчик чтобы первыми получать уведомления о моих новых видео и конкурсах а в конце как всегда будет конкурс с денежным призом всем привет вы на канале китай бокс и сегодня у нас очередная посылочка сайта алиэкспресс в этой посылочке у нас док-станция для айфона давайте распакуем посмотрим как выглядит эта док-станция и заодно протестируем ее у кого айфоны я думаю будет очень полезным так док-станция пришла от такой вот коробочки как всегда с почты россии всегда помятой вот думаю ничего страшного в этом нет все коробочки обычно приходит помятой с алиэкспресс вот друзья на функциональность устройств это не еще ни разу не влияло вот на коробочке что написано на коробочке написано для каких устройств от apple данная док-станция подходит тут написано то что она подходит от iphone 5 до iphone 6s и также поддерживается ipad mini и ipod touch 5 плеер вот на сайте алиэкспресс написано что еще поддерживается iphone 7 так но больше тут ничего интересного думаю нет давайте распакуем посмотрим и протестируем коробочки сама док-станция больше никакой макулатуры нет люди давно не ходят по магазинам они давно не ищут их они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете letyshops.ru проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгоды у продавца имеется несколько цветовых решений данных док-станций под ссылочки под эти видео в описании пройдете посмотрите какие цвета еще там продаются так сама док-станция выполнена из металла подошва прорезиненная скорее всего для того чтобы док-станция не скользила по столу само место где втыкается смартфон и сделано из пластика такого гладенького ну скорее всего чтобы ваш смартфон не поцарапался так длина провода у избежного данной док-станции 90 сантиметров провод не отключается то есть намертво там впаян нее так что еще друзья вам рассказать принципе по общему по внешнему виду все еще маленько добавлю что док-станция пришла с такими маленькими коцать коцки есть тут вот покупал я ее за триста двадцать один рубль по русским деньгам довольно дешево я могу сказать и особого качества я конечно от нее не ожидал вот так что я думаю как бы это незначительные дефекты так давайте друзья попробуем подключить смартфон и проверить как он будет заряжаться также с оригинальной зарядочкой айфона втыкнул блок-станция вот так и такая телефон давайте друзья проведем эксперимент смотрите у меня смартфон в чехле в таком попробуем вставить в чехле войдет он или нет потому что обычно люди же в чехлах носит телефоны редко кто просто носит его и поэтому проверим как он вот мальчик в чехле нормально будет такая цели нет и заряжаться давайте проверим так сейчас мы тут нужно еще попасть в эту станцию так вот смотри тут друзья зарядочка идет то есть чехле он нос нормально и заряжается единственное меня вот нет бампера конечно для айфона проверить будет ли он заряжаться в бампере ну я думаю будет то есть чехольчик у меня толстенький достаточно не сильно тонкий заряд идет вот значит я думаю будет все нормально дальше друзья давайте проверим как будет по столу скользить не скользить так по столу не скользит друзья то есть подошва вот это вот прорезиненная препятствует скольжению данной док-станции по столу также у данной док-станция заявлена поддержка ipad mini давайте подключим ipad mini к ней посмотрим как он будет заряжаться и как он будет стоять на такой маленькой док-станции тек заряд пошел под него маленькая была видно взгляд идет нормально но есть один маленький нюансик с ipad mini данная док-станция очень неустойчиво то есть для такой маленькой док-станции ipad mini очень большой громоздкий и если чуть-чуть раз толкнуть он переворачивается вот где один нашли минус данной док-станции то что ipad mini можно заряжать но осторожно потому что в любой момент чуть-чуть толкнешь он может перевернуться маленькие китайцы не рассчитали для такой массы нужно было больше саму подставку делать чтобы она массу держала либо утяжелять ее снизу вот такой маленький нюанс есть а ну а так ipad заряжается нормально давайте еще проведем один тест с помощью доктор зарядки вы уже ее наверное видели моих предыдущих видео она есть была я использовал проверим напряжение и ампераж который выдает данная док-станция то есть будет ли она отличаться от оригинального кабеля apple то есть от силы тока от ампеража зависит сколько телефон насколько долго будет телефон как минимум заряжаться то есть если сила тока будет проседать здесь и отличаться сильно от зарядки оригинального точнее кабеля apple то телефон будет заряжаться дольше поэтому сейчас эксперимент данный проведем так для эксперимента я возьму power bank втыкну туда доктор зарядку запускаем power bank смотрим смотрим напряжение напряжение сейчас 52 вольта силу только пока не показывает подключаем док-станцию подключаем смартфон так что мы видим напряжение 518 вольта силу только 0 86 ампера в принципе принципе друзья это нормально iphone у меня заряжен на 72 процента в таком такие в таком режиме в принципе он столько и потребляет на оригинальном зарядном устройстве вот надо только друзья давать сейчас это еще проверим чтобы было все точно так 0708 ампера все правильно теперь берем оригинальный кабель от apple пока док-станцию нашего кожи подключаем туда подключаем смартфон смотрим ток и потребление 5 5 7 вольта 0 8 до 0 80 ампера то есть друзья что у нас получается получается что сила тока у нас одинаковая что док-станции что с оригинальным кабелем от apple потребление телефона одинаковое то есть заряжаться они будут одинаковое количество времени о чем это говорит о том это говорит о том то что в принципе док-станции можно заряжать технику apple техника apple она заряжается током около одного ампера всегда то есть стандартная там зарядка и полоска она всегда идет одна амперная то сила только просто такие потребления телефоном как бы нормальная итак друзья давайте поговорим о плюсах и минусах данной док-станции давайте начнем сначала с плюсов о приятном так сказать поговорим плюсом док-станции относится ее цена как я говорил я покупал ее за 321 рубль то есть она достаточно дешевая второй плюс данной док-станции про резинной подставки то что она не катается по столу не скользит ну и третий плюс то что она работает за такую цену вообще заряжает как мы убедились на тесте технику apple нормально как принципе оригинальный кабель apple вот так давайте о минусах однозначный минус это заявленная поддержка ipad mini данная док-станция поддерживает заряжает нормально но при установке ipad mini давайте еще раз вам покажу на данную док-станцию держится неустойчиво то есть малейший толчок и планшет который стоит не очень дешево может перевернуться и упасть в лучшем случае разбиться то есть это однозначно недоработка китайцев и очень большая дальше к минусам можно отнести жутко жесткий кабель 2 как проволока я считаю что нормальной техники хороших таких кабелей не должно быть они должны быть мягенькие только впечатление как будто ужас перегнул он сломается теперь давайте поговорим о рекомендациях покупки или не покупки данной док-станции по 5-бальной шкале я бы поставил док-станции за качество исполнения троечку то есть она так-то принципе на вид вроде нормально но тут есть косички покраски и вообще на вид она смотрится довольно дешево но в принципе она дешево и стоит вот рекомендовать покупки могу конечно но каким-то пользователям она может не понравится то есть техника apple она дорогая не дешевая я считаю что в такой технике нужно покупать док-станции подороже посолидней которые смотрятся лучше но например кому-то как бы сказать пофиг можно купить такую принципе вот моё резюме за свои деньги она однозначно функцию выполняет зарядное устройство телефон на принципе стоят устойчиво на ней ну кроме планшетов как я сказал так что можете покупать ставите в каком-то месте втыкать смартфон в принципе что-то смотреть может быть нажимать там мессенджер что-то отвечать на какие-то там ватсап в инстаграме что-то смотреть ну и телефон одновременно будет заряжаться то есть в руках его держать не надо то есть стали смартфончик так вот и тут что-то набираете ну а теперь условия конкурса для того чтобы участвовать конкурсе вам нужно выполнить три простых условия первое условие это быть подписываем на мой канал второе условие это поставить лайк под данным видео и третье условие это написать позитивный добрый комментарий желаю всем удачи в конкурсе на этом я с вами прощаюсь пока пока до новых встреч смотрите мои новые видео